Приветствую вас. Во-первых, совершенно очевидно, что есть некоторые проблемы с самооценкой, с уверенностью в себе, вот, есть некие комплексы, основные на внешности, есть, вероятно, некоторые страхи, вот, и, соответственно, присутствует определенная неудовлетворенность, так вот. Понимаете, вот, то, что вы говорите, что мне не нравятся какие-то мужчины, да, что они, вот, мне не нравятся, что, вот, я им нравлюсь, а они мне нет, это больше про некое, про некое такое желание что-то получить от мужчин, да, то есть, может быть, может быть, там, необходимость для вас почувствовать себя, ну, например, красивой, желанной, важной, значимой, но именно от тех мужчин, которые вам кажутся, ну, достойными и так далее. А вот критерии достойности мужчины, критерии достойности мужчины, вот это, на самом деле, то, что вытекает исключительно из вашего восприятия себя, потому что, если человек не очень себя уверен, если человек, например, смотрит достаточно приставно на окружающих людей, если человек пытается получить от окружающих людей, или, правильнее сказать, от некоторых, от некоторых людей определенного типа, пытается получить обратную связь, подтверждающую его желанную картинку себя самого, то и возникает подобная история, что у вас. И здесь очень важно вначале, вообще-то говоря, разобраться в себе и гармонизировать свое восприятие себя, самой. Потом определить свои ценности. Потом выработать женскую модель поведения. И только потом, в соответствии с этой женской моделью поведения, и в соответствии с тем, что вам важно, что вам интересно, вы будете закладывать фундамент, фундамент отношений с мужчинами. Но фундамент этот будет состоять не из взаимодействия с мужчинами, а из взаимодействия с людьми, часть из которых представляют собой мужчины. И с этими людьми вы будете взаимодействовать, выстраивая фундамент. И с кем-то из них ваши отношения перейдут на вот этот вот уровень взаимодействия женщины и мужчины. Сейчас вы за счет определенных проблем перескакиваете все эти пункты и сразу переходите к гендерным отношениям. Ну, ничего хорошего из этого не получится в любом случае. Вот. А так, вы задаете вопрос с максимально некорректной с точки зрения психотерапии и психологического консультирования, потому что подобные вопросы решаете вы сами. А если такой вопрос встал, значит, вы не уверены в себе, значит, есть определенные противоречия. Вот психолог нужен для того, чтобы это противоречие помочь разрешить. А как поступать в соответствии с какими целями, в соответствии с какими ценностями, это вы уже решите сами. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.